Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Тепрое образование, позитивный экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи журналист Майкл Наки. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Я поясню для... Да, пожалуйста, Майкл. Я бы хотел, да, пользуясь случаем, поздравить радиостанцию вашу с 13-летием, я так понимаю, это сегодня. Да, все верно. Вот, так что с праздником вас и ваших слушателей. Да, мы благодарим вас за поздравление. Вот как раз пришли... Наш звукорежиссер, да, показал поднятый верх палец. С праздничного стола. Да, я поясню для наших слушателей, что Майкл работал на радиостанциях «Эхо Москвы», а теперь он ушел в YouTube, и там он ведет свой канал, где говорит на политические темы, не только политические, вообще на любые темы, волнующие общество. И напомню, также телефоны прямого эфира в нашей студии вы можете нам звонить, задавать вопросы нашему гостю 672-12-93-9 и 672-13-93-9. И вот один из последних прямых эфиров в YouTube вы посвятили аресту губернатора Хабаровского края Сергея Фругала. Также в последнее время к нам в Латвии из России приходят новости о том, что о задержании, обвинении журналистов, если говорите про Ивана Сафронова, Светлану Прокопьеву. Как вы воспринимаете все происходящее сейчас в стране? Как я воспринимаю? Ну, знаете, поскольку я как раз, вот политическое пространство – это сфера моего интереса, да, и по образованию я как раз политолог, то я, безусловно, это воспринимаю с интересом, да, потому что это всегда процессы, которые происходят, во-первых, ну, для обычного наблюдателя, обычного не в плохом смысле, а просто для человека, да, который там не следит, они всегда происходят внезапно. То, что сейчас происходит в России, оно не очень внезапно, на самом деле, потому что уже какое-то время отмечается тенденция того, что федеральная власть, вот эта вертикаль власти, которая со стороны, уж тем более с другой стороны, выглядит как такой, знаете, монолит, да, которая задавила всех, кого можно, журналистов, губернаторов, уничтожила выборы и все остальное, по факту она некоторое время уже трещит, и мы это видим как раз вот этот губернатор Сергей Фургал, он же в 2018 году абсолютно беспардонно выиграл и уничтожил депутата от «Единой России», причем там были выборы, там был местный губернатор, значит, «Единой России», Вячеслав Шпорт, который мне все время хочется назвать шпротом, но нет, он Шпорт, и, значит, когда он шел на очередной срок, Фургал против него выдвинулся, причем не первый раз. И тогда многие говорили, что Фургалу мягко намекали, потому что Фургал, надо понимать, это не какой-то сторонник Навального, это не какой-то там, значит, оппозиционер, это депутат в нескольких созывах Госдумы, это член партии ЛДПР, которая вот такая, не то чтобы прям, знаете, оппозиционная. Она как бы вроде постулируется как оппозиционная, но при этом она вполне себе устроена в существующую структуру власти. И вот, значит, в 2018 году говорили о том, что ему намекали, и очень, так сказать, да даже что там намекали, эта система не умеет намекать, ему просто сказали, типа, эй, снимайся, снимайся с этих выборов, чего ты устраиваешь. Он не снялся. В первом туре была, ну не то чтобы ничья, но никто не победил, а во втором туре он прям разгромил действующего губернатора и стал губернатором. Также у нас были выборы в Хакасии, и еще в ряде регионов, где тоже было то, что называется, опрокидывающим голосованием, когда люди готовы голосовать вообще, у нас это называется, хоть за черта лысого, да, но на самом деле это достаточно обидная история, по крайней мере ее название, но она означает, что готовы голосовать за кого угодно, главное, не за партию власти. И это происходит уже какое-то время, и мы сейчас видим новый виток этого. Этот новый виток заключается в следующем, что люди не просто готовы голосовать, да, за людей, которые не аффилированы с вертикальной власти, они еще готовы потом свой выбор отстаивать, потому что этот Сергей Фургал тоже, знаете, не святой человек, и те обвинения, которые ему предъявляются, ну, скажем так, мало кто может с уверенностью сказать, что эти обвинения абсолютно беспочвенны, да, не то, чтобы я собираюсь его в чем-то обвинять, но его обвиняют в, ну, как это сказать, мягко скажем, устранение конкурентов в начале нулевых годов, да, в начале нулевых годов в той местности, где он обитал, устранение конкурентов не такая уж и диковинная вещь, вот, будем вот так вот мягко формулировать, но при этом все понимают, что арестовывают его сейчас не за это, то есть это формальный повод, в рамках которого его арестовывают за что-то другое, а людям не очень интересно, да, какие там обвинения ему предъявляют, они просто хотят защитить свой выбор, то есть того человека, которого они сами выбрали, поэтому они уже много дней выходят на улицы Хабаровска и Хабаровского края, речь не только Хабаровск, потому что в городах вокруг него и даже далеко от него тоже осуществляются и протестные акции и все остальное, но для меня самое интересное, потому что многие сейчас по старинке наблюдают, да, вот за митингами и за всем прочим, потому что мы к этому привыкли, там история последних десятилетий, это история про митинги и про публичные акции, но на самом деле история, которая происходит сейчас, это во многом социальные сети интернет, да, и по ним можно смотреть, насколько действительно широка или не широка поддержка, потому что даже 30 тысяч, которые вышли в Хабаровске, это очень много, это гигантское число людей, 30 тысяч на улице, да, когда у нас в Москве задерживают за одиночные пикеты, а там 30 тысяч с плакатами, с кричалками, с фразами типа «Путин вор Путина в отставку» или там «Освободите фургал», но это немыслимо просто, и это выглядит масштабно и круто. Но если мы так подумаем, то 30 тысяч – это, ну, скажем так, вот в абсолютных цифрах не самое огромное число людей. Но при этом, когда мы заходим в соцсети, в российские, по крайней мере, причем не обязательно там в какой-нибудь прогрессивный Facebook, да, можем зайти в достаточно консервативные одноклассники или в какой-нибудь молодежный TikTok, да, который вообще для нас с вами, я думаю, для многих слушателей диковинная вещь не очень понятна. Я до сих пор в некотором недоумении нахожусь от популярности этой эстрады в соцсети, но тем не менее там вот между подростками, да, которые танцуют под разную музыку, там, значит, нарезки фотографий Сергея Фургала, тоже с сердечками и тоже под музыку, знаете, и в большом-большом количестве. И в одноклассниках во всем остальном. То есть это не просто какие-то люди, которые вышли на улицы, а это реально народная поддержка на разных-разных уровнях. И при этом она и антивластная, да, то есть она против того, чтобы власть диктовала свои условия, да и из-за самого Фургала тоже выходит достаточно много людей и выступает, потому что он был таким, знаете, ну, классическим, хорошим популистом. Популистом не в негативном смысле этого слова, а в академическом. То есть он продал яхту, которая была на балансе вот у местной региональной власти. Он, значит, говорил, как так мы не можем, значит, помочь детям-сиротам. Он критиковал центр федеральный. При этом параллельно он открыто не выступал ни против президента, ни против кого. Я вам даже больше скажу страшную вещь. Он призывал голосовать за поправки Конституции, да, которая не то чтобы очень антивластная инициатива. То есть это был человек, который совмещал в себе и лояльность к действующей вертикали власти, но при этом и самостоятельность в рамках региона. И это как раз интересно тем, что эта история не про оппозицию, не про противостояние, не про какого-то попытку преобразовать нынешнюю конфигурацию политическую Российской Федерации, а вот просто буквально люди, которые выбирают своего губернатора, и они потом это отставят. Извините за такой пространный ответ, но вот это вот не пространный в смысле, а длинный. А это важно для понимания того, что там происходит, что это не похоже на те митинги, не похоже на те возмущения, к которым мы в России привыкли. При этом это скорее тенденция, нежели единичный случай, и Хабаровск это не исключение, а новое правило. Просто мы еще не успели к этому привыкнуть, это будет наблюдаться и дальше. Я думаю, что в сентябре мы увидим много связанного с этим, потому что там будет много региональных выборов, это понимает и оппозиция, которая к ним готовится, это понимают и сами регионы, которых вот это вот то, что происходило на фоне коронавирусной инфекции, очень сильно тоже подкосило, потому что экономическое благополучие, которое и так в регионах было не то чтобы каким-то высоким, оно стало еще меньше, и люди стали еще злее. Обращение Владимира Путина, где он начинает про... Причем это же по телевизору, не по интернету, где он начинает про, значит, за здравие, типа вот у вас много проблем, а заканчивает, как всегда, про Вторую мировую, это людей тоже очень-очень-очень сильно раздражает. Поэтому вот эта тенденция, она будет только нарастать, и поэтому я и отвечаю на ваш изначальный вопрос с интересом наблюдаю за тем, что происходит. Вот интересно, что дело Фургала, можно ли здесь провести аналогию с делом Урлашова, бывшего мэра Ярославля, которого тоже устранили и посадили? То есть насколько эти вещи, которые разделены достаточно уже большим количеством лет, взаимосвязаны между собой, как вы считаете? Вы знаете, специфика нашего с вами мозга, в каких бы странах мы ни жили, где бы мы ни находили, заключается в том, что мы очень не любим чего-то нового и непривычного. Поэтому в любом проявлении мы пытаемся искать аналогии, в том числе исторические. Конечно, что угодно можно сравнить с чем угодно. Мы с вами там можем выделить ряд критериев, по которому мы сразу такие, а, ну да, один в один. В смысле, что недовольство, недовольство федеральным центром местными властями, популярность губернатора, которая выше, чем у федеральной власти, все остальное. Критерии схожие найти можно, но я бы делать этого не стал, потому что это тогда очень сильно нас отвлекает от понимания того, что там сейчас происходит. Конфигурация, которая сейчас существует, в том числе и в этом регионе, и в России, сильно отличается. Фургал пришел к своему губернаторству тоже сильно другим путем. Та деятельность, которую он осуществлял в рамках того, когда он ходил к губернаторам, она тоже очень сильно и эстетически, и функционально отличалась от того случая, о котором вы говорите. Поэтому я бы не стал проводить прямых параллелей, просто потому что они нас очень сильно отвлекают. И проблема в том, что когда мы проводим параллели, мы начинаем делать выводы, которые были в аналогичной ситуации. А ситуация совсем изменилась, как любит говорить моя бывшая соведущая, ничто не картинка, все кино. И именно из этой призмы я исходил, не пытался бы искать каких-то аналогий, а, собственно, анализировал ровно то, что происходит сейчас. Реакция лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского на арест Фургала. Многие отметили, причем условно либерально настроенные блогеры и журналисты, о том, что риторика Жириновского, она несколько изменилась, он вышел и сказал, вы хотели конституцию, мы дали вам конституцию, а вы на нас наручники. Вот как вы ее оцениваете? Тут тоже надо понимать специфику, конечно, Владимира Вольфовича. Владимир Вольфович – это опытный политик, опытный политик специфического типа, потому что он на самом деле не подпадает под классическое определение политики. Классическое определение политики звучит следующим образом. Политика – это борьба за власть. Вот Владимир Вольфович за власть не борется. Владимир Вольфович борется за какие-то другие блага путем политического участия. То есть, его спектр проявлений совершенно разный. Он может выйти и критиковать власть, он может выйти и критиковать партию власти, он может во время вручения ордена Владимиру Путину лично спеть, боже, царя охрани, на камеру, и предложить сделать это гену, предложить сделать монархию во главе с Владимиром Путиным. Это все один и тот же Владимир Вольфович и Жириновский, причем за очень короткий период времени. Поэтому это человек ситуативный, человек, который прекрасно понимает собственную роль и который ее великолепно исполняет. Поэтому он, конечно, вышел и сказал, что это все без передела, потому что если бы он совсем это проигнорировал, то позиции ЛДПР в регионах они бы сильно просели. Потому что надо понимать, что если раньше второй по значимости политической партии, я когда говорю партии, я имею в виду самоназвание, потому что, опять же, в классическом понимании нынешней российской партии партиями не являются. Но раньше была приоритетная поддержка у КПРФ. Это была вторая популярность партии. Она в целом и остается. Но ЛДПР последние годы очень серьезно отвоевывает позиции. Ее, собственно, участники партии ЛДПР, они начинают занимать места в региональных элитах, и они начинают получать больше голосов, Владимир Жириновский и больше голосов начинают получать. Поэтому, если бы Владимир Вольфович совсем проигнорировал это все, то это бы сильно ударило по имиджу партии простого избирателя. Поэтому он, как всегда, наговорил ярких слов. Но важны не слова, а важны действия. И мы видим, что когда в Хабаровске организуется митинг, то действие, которое осуществляет ЛДПР, которое выражено словами, но при этом действие, оно открещивается от всех этих митингов. Говорит, мы никакого отношения к ним не имеем, мы их не организовывали, мы их не поддерживаем, говорит партия ЛДПР. Поэтому, да, были яркие заявления от Владимира Вольфовича, потому что он пытается играть ситуативно. Сейчас, более того, есть, я много видел на эту тему размышлений, скажем так, много аналитики про то, что ЛДПР хочет сделать финт ушами вместе с властью и просто поставить на место фургала другого ЛДПРовского губернатора. То есть, они говорят о том, что Михаил, не помню, как его зовут, в смысле фамилии, он глава комитета Госдумы по спорту и делам молодежи, прочат его на, значит, место губернатора, но это будет достаточно глупый шаг, потому что он не сработает. Но, в общем, ЛДПР, оно строено в действующую системную вертикаль, и поэтому, на самом деле, и слова Владимира Жириновского, и его действия направлены на то, чтобы выгодную для власти сторону разрешить этот кризис. И чтобы Владимир Вольфович продолжал получать те профиты, которые он хочет получать. Мы не можем точно знать, какие они, он как-то не озвучивает, но они явно никак не связаны с тем, чтобы, скажем так, укреплять власть ЛДПР. Михаил Дегтярев, я вспомнил, Дегтярев, фамилия этого человека, того потенциального нового губернатора, которого могут от ЛДПР поставить на место фургала для того, чтобы как-то попытаться снизить протестные настроения в рамках Хабаровска и Хабаровского края. А дело Ивана Сафронова, потому что, с одной стороны, это дело рассматривается как дело журналиста Ивана Сафронова, с другой стороны, многие как раз указывают на то, что последние месяцы он работал советником Рогозина, то есть генерального директора Роскосмоса. Вот что думаете об этой истории и его возможном сотрудничестве с чешскими спецслужбами? По крайней мере, такое обвинение ему выдвигают. Так, для начала позвольте спросить, а в полчаса у вас есть новости на радиостанции? Нет. Нет, без перерыва. А, у нас без перерыва. У вас без перерыва. Отлично, да. Просто поскольку, видите, у меня достаточно развернутые ответы, я пытаюсь тоже под тайминг подстраиваться. Значит, смотрите, с Иваном Сафроновым надо понимать несколько вещей. Значит, работает на Рогозина он два месяца. До этого он десять лет работал в «Коммерсанте», сделал большое количество расследований, журналистских публикаций и всего остального. Здесь есть две стороны. В вашем вопросе, собственно, два вопроса. Первый – это про то, ну, давайте вот так прям огрубим этот вопрос. Кто такой Иван Сафронов, журналист или чиновник? Да? Давайте его вот так сформулируем. А второе – это, соответственно, насколько справедливы могут быть обвинения. Начнем с первого вопроса. Понимаете ли, в чем дело? В Российской Федерации на данный момент медиаполе, СМИ, оно выжжено. И выжжено специально. Да? То есть, и сейчас оно более выжжено, чем когда-либо. У нас небольшие остатки различных СМИ, они продолжают уничтожаться. Да, понятно, есть какие-то еще островки, да, опять же, вот радиостанция «Эхо Москвы», телеканал «Дождь», еще какие-то вещи, но они в невероятном меньшинстве. И более того, они мало занимаются журналистской, в смысле, расследовательской деятельностью. Да, там «Эхо Москвы» вообще этим не занимается, оно площадка для мнений, а телеканал «Дождь» имеет малое для этого количество ресурсов и возможностей. И что произошло в карьере Ивана Сафронова, как я это вижу? Это человек, который работает с очень сложной темой, работал, и, возможно, работает, с оборонкой, с оборонной промышленностью. Это достаточно закрытая и сложная институция и очень рискованная. Его отец тоже занимался этой темой и, как это у нас говорится, погиб, выпал из окна, когда готовил одно из расследований. Да, и здесь я вот пытаюсь максимально интонировать, да, таким голосом, который бы обозначал либо кавычки, либо как минимум сомнения, да, в моменте, где выпал из окна самостоятельно. И вот, в общем, Иван Сафронов работал в этой же сфере, он долго писал для «Коммерсанта», и его оттуда уволили, предположительно, по звонку после одной из публикаций, связанной с Валентиной Матвиенко и с готовящимися перестановками. Более того, после этого инцидента весь политический отдел издания «Коммерсант» он ушел из газеты. При этом про Ивана Сафронова тоже надо понимать, что он не какой-то там тоже оппозиционер или что-то такое, он весьма лояльный к власти человек, человек, который поддерживал присоединение, аннексию Крыма, Крымского полуострова. И вот он достаточно лоялен, но при этом он затрагивает интересы многих групп, потому что российская оборонка, как и любая другая российская сфера, это не там, где делают самую эффективную работу, это там, где пилят большие деньги. Именно поэтому там затрагивается большое количество интересов. И вот, значит, из «Коммерсанта» его уволили, из издания, которым он посвятил большое количество лет своей жизни. И он пошел в газету «Ведомость». Дальше газету «Ведомость» начали покупать тоже какие-то сомнительные люди. Главным редактором там стал человек по фамилии Шмаров. К сожалению, ударение там ставится именно так, хотя, казалось бы, должно ставиться иначе. И начал снимать публикации с сайта издания, из печатной версии. Ну, то есть, осуществлять вот такую ограничительную деятельность, цензурного характера по отношению к собственному изданию. Для чего я это рассказываю? Чтобы вы понимали, что у журналиста в России не очень много путей, если он вот как-то хочет продолжать ситуацию. Вариант первый – это оставаться в подцензурных изданиях. Вариант второй – уходить там в боевые листки пропаганды, типа «Раш Тудей», там «НТВ» или что-нибудь такое. Тоже наверняка знакомые названия для вас и для ваших слушателей-читателей. Есть третий вариант, который фактически является антонимом к уходу на какой-нибудь «Раш Тудей». Это уход в бизнес в тот или иной. Иван Сафронов ушел в Роскосмос. И на справедливую претензию, что это госкорпорация, я всегда отвечаю, могу ответить, что любая корпорация в России в той или иной степени гос. Альфа-банк по требованию блокирует счета сторонников Алексея Навального, телекоммуникационная компания «Йота», которая тоже, казалось бы, не афилина с государством, отключает телефон Руслану Шаведдинову, когда за ним приходят, чтобы отправить его на новую землю, служить, делая из армии тюрьму. То есть, нет такой компании, нет такого бизнеса в России, который при желании государства не исполнял бы волю государства. Специфка авторитарного режима. Поэтому он ушел работать именно в Роскосмос как некий такой способ эскапизма. Потому что негде ему было осуществлять свою журналистскую деятельность. Потому что, опять же, вот эта сфера оборонки, она требует очень больших ресурсов для расследования и очень маленький выхлоп. Потому что читать про это никому неинтересно, если честно. Про то, какие, значит, самолеты поставят Египту и все остальное. Это не самое интересное чтиво, хотя невероятно важное. Это ответ на вопрос журналиста на линии. То есть, он журналист, который был вынужден буквально на отсутствующем поле медиа уходить куда-то, где ему не пришлось бы продавать свои различные части тела, в том числе филейные, российской пропаганде. Значит ли это, что я его защищаю, его выбор, или как-то одобряю? Нет, я просто вам фактическую сторону дела описываю. Теперь ответ на второй вопрос. Могла ли быть история, связанная с государственной изменой? Государственная измена, статья 275, это безразмерное понятие. Там не так давно, по-моему, в 2014 году, может, чуть раньше, эта статья была расширена, и под нее теперь подпадает такая удивительная формулировка, что вы можете, ну, соответственно, участвовать в госизмене, даже если вам случайно попало в голову, в руку или в перо, да, ну, в смысле, если вы журналист, то та информация, которая является гостайной, и при этом подчеркивается, что вы даже можете не знать, что это гостайна. То есть, ну, приведу пример. Вот вы сидите, например, пошли отмечать 13-летие вашей замечательной радиостанции. Вы сидите в баре, и, значит, за соседним столом кто-то вот что-то обсуждает интересное про вашу страну, и вы это каким-то, ну, услышали случайно, написали там об этом в Твиттер, или там, значит, рассказали об этом потом на радиостанции. Вот был забавный случай, мы сидели за столом, там рассказывали это. А потом выяснилось случайно, что это была гостайна, и об этом вас никто не уведомил, и, как бы, вы этого никак знать не могли. И вам говорят, ну, все, вы, соответственно, изменили государство, поэтому вы садитесь на 12 лет. Вот такая интересная 275-я статья. Но в Иване Сафрон, в деле Ивана Сафронова, я думаю, что и этого нет, потому что, опять же, как и я описывал, у него, он затрагивал интересы очень-очень влиятельных, очень соревнующихся кланов людей, которые соревнуются за деньги. И есть ощущение у меня, да, это я уже говорю вам не фактическую сторону дела, а свою собственную оценку, что все, что с ним сейчас происходит, это месть, что специально дождались, пока он уйдет куда-то, где его легко, может быть, критиковать, да, то есть он станет вот этим самым условным чиновником, и поэтому количество людей, которые готовы будут выходить за него, да, как за Ивана Голунова, да, за Ивана Голунова, я вам напомню, на митинге выходил Алексей Навальный и многие сторонники, а здесь они подождали, пока вот он станет вот этим условным советником Роскосмоса, и никому не будет его жалко, и их расчет, конечно, не сработал, потому что, ну, так легко обмануть людей сложно, да, мы-то, ну, память не как у золотой рыбки, хотя, кстати, это миф, у золотой рыбки не такая уж плохая память, но тем не менее, значит, мы-то помним, кем работал Иван Сафронов, какие статьи он выпускал, да, и о чем он рассказывал, поэтому этот план сработал не в полной мере, хотя мы видим, что, да, оппозиция, ее сторонники, они воспринимают это как путинского чиновника, как человека, который принял такое решение пойти работать в госкорпорацию, и самая последняя важная деталь, что дела госизмения по этой самой статье, они закрытые, то есть, ничего не сообщается, на суде присутствует присутствовать журналистам нельзя, да, и все это будет окутано пеленой, и это достаточно плохая черта, потому что и так российский суд, мягко говоря, не самый справедливый, а когда за дело берется ФСБ, он становится несправедливо жестоким, и представить, да, и понадеяться на какое-то честное, открытое разбирательство невозможно, информации при этом никакой нет, мотивы, по которым его могут преследовать, скажем так, весьма корыстные для определенных целей, это и пугает оставшихся российских журналистов, потому что, знаете, в чем тут самая важная деталь, если мы говорим о журналистике в целом, если можно задним числом предъявить какому-то человеку за то, что он когда-то писал и делал, и этого человека не будут защищать, то это значит, что даже в тех немногих оставшихся изданиях, где люди это делают, российские журналисты, они просто не будут ничего писать, что может затронуть чьи-то интересы, от греха подальше, да, потому что никто потом не хочет сидеть 12 лет, поэтому если Ивана Сафронова посадят, если он получит реальный срок, то это очень сильно ухудшит и без того бедственное положение российской журналистики, потому что просто никто не будет залезать в эти темы, все будут бояться перейти дорогу тому или иному чиновнику, или той или иной группы интересов, и в этом, на самом деле, главная трагедия, помимо того, что это и личная трагедия Ивана Сафронова и его знакомых, потому что ему грозит действительно монструозный срок за то, чего он с большой вероятностью не совершал. Это такая попытка сделать людей в футляре, да, то есть как бы что ни вышло? Ну, конечно, конечно. Многие наши слушатели, зрители спрашивали у вас в Фейсбуке, писали вопросы по поводу ваших дебатов, которые были организованы, точнее, на площадке вашего Ютуб-канала, дебаты Алексея Навального и Максима Катца, два таких несистемных оппозиционера по разные стороны. Вам действия несистемной оппозиции в России кажутся эффективными? Зависит от того, что мы вкладываем в слово эффективность, да. У них разные стратегии, если мы говорим о Максиме Катце и Алексея Навального. Стратегия Алексея Навального это подтачивать существующую вертикаль, оказывать на нее давление и в кризисные для нее моменты, то есть в моменты, когда она не управляет на определенных местах ситуации, наносить удар. Мы видели, как это работает на выборах в Мосгордуму. Это у меня там отдельно есть гипотезы про региональные выборы, а выборы в Мосгордуму это все-таки тоже региональные выборы при всем, так сказать, масштабе Мосгордумы. Но, тем не менее, если в нее не углубляться, то мы видим, что план сработал. Что, да, был нанесен удар в уязвимую для власти точку, и большое количество оппозиционных или, как минимум, неправовластных депутатов было выбрано в Мосгордуму, и более того, было показано, что это работает, что можно прям оказать большое давление. Было какое-то количество единороссов, которые должны были, по идее, попасть в Мосгордуму, но не попали туда. И более того, действия Мосгордумы, так сказать, учреждения, которые вообще-то 2,5 триллиона рублей в год бюджета выделяют на определенный проект, ну, в смысле, распоряжаются этими деньгами, да, деятельность стала прозрачнее, трибун там стало звучать больше и более интересных вещей. То есть, это работает. Деятельность Максима Катца, он же, ну, она была в разные периоды, разные, да, но она сосредоточена на том, чтобы в рамках существующей дельты возможностей, то есть, в рамках того, что разрешено, да, тех инструментов, которые остались, пытаться делать условные малые или средние дела, да, то есть, заниматься городским урбанизмом, решать какие-то конкретные локальные проблемы, это может прозвучать снисходительность, но на самом деле никакой снисходительности в моем голосе нету, мне кажется, это весьма важная история, и самое хорошее, что две эти вещи не противоречат, да, ни действия Навального, ни действия Катца. С точки зрения эффективности, вы знаете, очень сложно оценить, смотря в чем мы меряем, да, можно мерить в яблоках, а можно в попугаях. Если мы меряем в том, что они, скажем так, сверглили они режим Путина, ну, очевидно, нет, поэтому если критерий эффективности, это значит отставка Владимира Путина и смена главной политической партии, то ответ нет, неэффективный, потому что там политическая партия «Единая Россия» все еще на своем месте, как Владимир Путин. При этом, если мы за эффективность берем увеличение собственного политического капитала и усиление информирования населения о проблемах, существующих в государственных вертикали, то в этом плане Алексей Навальный достаточно успешен. И при этом он с каждым годом наращивает, и самое в нем на самом деле хорошее, я небольшой сторонник его как политика, я там большой сторонник его как тарана, который буквально вот таранит ворота, а политическая его концепция и тип партии, которую он выстраивает, она понимает, что вот ФБК это партия Алексея Навального. И на партию она похожа по своим признакам гораздо больше, чем любая даже зарегистрированная партия, которая сидит в парламенте в Российской Федерации. Так вот, по типу мне эта партия нравится не очень, но потому, что они делают по возможности и реализации информирования, и самое главное по гибкости. То есть, Алексей Навальный и его вот эта партия, они существуют достаточно долгое время, но при этом они не костенеют, потому что есть, например, другая замечательная оппозиционная партия, Яблоко, тоже наверняка известная кому-то, хотя уже наверняка давно забытая, потому что пока появляются ее сголовки только в связи с какими-нибудь скандалами, с какими-нибудь смешными действиями. Вот, она стала таким, как это сказать-то, не буду, чтобы не звучало неприлично. Ну, в общем, партия Яблоко, она делает вот все года одно и то же. Одно и то же, одно и то же. Да, что такое безумие? Это повторять одно и то же, надеясь, что результат изменится. Вот в каком-то смысле партия Яблоко безумна. А партия Алексея Навального не безумна в этом смысле, потому что они каждый раз меняют стратегию, меняют формат. А вот мы, значит, пошли в президенцию, а вот мы сейчас у них стратегии региональные выборы, да, и сосредоточенность на них, что тоже правильно. Умное голосование и какие-то другие ситуативные вещи. Потому что, если вы боретесь с превосходящим вас врагом, да, если там против вас огромный великан с кучей ресурсов, то если вы делаете все время одно и то же, то у вас нет шанса победить. Потому что у него больше ресурсов и больше возможностей, да, поэтому если вы играете по определенным правилам, то он всегда выигрывает. Поэтому вам нужно заниматься буквально такой политической партизанщиной, да, то есть поскольку вы маленький, юркий и гибкий, а он большой и медленно разворачивается, то вам нужно постоянно менять стратегии. И Алексей Навальный, насколько я вижу, это понимает и это применять. Что касается Максима Каца и его успешности, он недавно стал политиком, который акцентирует внимание именно на себе, потому что до этого он пытался участвовать в политических альянсах, иногда это было весьма успешно, как его альянс с Дмитрием Гудковым и так называемый политический убер, который был предтечей, я бы сказал, во многом умного голосования, точнее, его эффективности. После этого он уже тусил с партией Яблоко, это было не очень успешно, потому что, опять же, партия Яблоко слишком закостенела. Но посмотрим, какая будет следующая его итерация, потому что сейчас он начал наращивать собственный информационный капитал, делает это достаточно успешно, навязывает собственную повестку, посмотрим, во что он его будет реализовывать. Насколько я понимаю, он тоже собирается готовить команду к участию в осенних выборах, начинает под это уже собирать краундфаундингом у общественности какие-то ресурсы и убеждает людей в регионах, просто обычных людей, буквально через Твиттер. Если вы зайдете в Твиттер, то там периодически Максим Кац пишет какому-нибудь пользователю, так, иди, значит, в депутаты на осенних выборах. Человек говорит, Максим, я обычный человек из Твиттера, зачем ты это делаешь? А в итоге соглашается через какое-то время, то есть тоже такая партизанская политическая активность. Поэтому в чем-то оппозиция эффективна, в чем-то неэффективна. Но надо понимать, что она постоянно находится в невероятно сложных обстоятельствах, потому что все-таки у нас не то чтобы свободная политическая конкуренция в стране. У нас звонок радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, зовут меня Глеб. Да, Глеб, задавайте вопрос. Акционер, миноритарный акционер «Газкрома». Да, Глеб, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник, мы слышим эхо. Хорошо, секунду. Собственно говоря, я достаточно хорошо знаю структуру эхо Москвы, которая подчиняется «Газпром-медиа». И спасибо вам большое за интересный рассказ о России. Вы увидели в нем зеркальное отражение ситуации в Латвии. Но хотел я вас спросить одно. Понимаете ли вы, что эхо Москвы это просто шут при царе? И как только царь поменяется, собственно говоря, все пойдут на вид медные хреба. Орех пойдет зубоскалить в другое место, Гонопольский исчезнет. То есть вам-то платит по сути дела режим. Так что... Да, наш гость уже не работает на эхо Москвы. Что же вы за меня-то отвечаете? Я бы мог с этого красиво начать. Но слушайте, вопрос-то все равно понятен, независимо от того, работаю я там или нет. Да, это претензия, которую я встречал достаточно часто. Поэтому давайте по верхам быстренько-быстренько на нее отвечу. Не от лица эхо Москвы, а от лица собственного восприятия. Но отвечу на последнюю часть вопроса про вольные хлеба. В вольных хлебах не вижу ничего плохого. Конкуренция – это хорошо. Да, если журналист, там, аналитик, политик или кто угодно хорошо делает свое дело, поверьте, он не останется без хлебов. Даже в такой вот странной конфигурации, которая и сейчас, а уж тем более конфигурации, которую вы описываете, да, когда сменится там политическая вертикаль и СМИ по-настоящему появится много, то перечислены вам и фигуры, и Антон Орех, и Матвей Гонопольский, даже в случае, если эхо перестанет считать, будут на расхват. Потому что это профессионалы высокого класса. Что касается структуры эхо Москвы, опять же, из того, что известно мне, «Газпром-медиа» является акционером эхо Москвы, при этом оно не имеет эффекта и давления на редакционную политику, это отдельно прописано, и при мне за пять лет моей работы на «Эхо Москвы» ни разу этот принцип не нарушался. Не было такого, что у нас были какие-то запреты на упоминание, там, «Газпром-медиа» или какие-то методички приходили. Я ни разу с этим не сталкивался, мои коллеги тоже никогда мне об этом не сообщали, из чего я делаю вывод, что вот этого прямого какого-то давления нет. Есть ли косвенное, не знаю, тоже не видел, не наблюдал. Более того, «Эхо Москвы» долгое время, до 2014 года, являлась радиостанцией профицитной, то есть оно скорее приносило прибыль «Газпрому», то есть это не «Газпром», платил нам деньги, а мы платили деньги «Газпрому», точнее «Газпром-медиа». Потом, значит, с 2014 начались небольшие проблемы, «Эхо Москвы» брало кредит, это все открытая информация, вы все можете это найти, просто я знаю, что, ну, собственно, почему вообще людей зовут на аналитические передачи, потому что другим людям лень самим что-то искать, им проще послушать, значит, каких-то людей в студии. Вот, оно брало кредит, и при этом в 2019 году уже, насколько я помню, в плюс «Эхо Москвы» выходило, и кредит тоже постепенно отдавало. Вот, поэтому эта претензия понятна, что вы агент Кремля, да, вы работаете на Кремль, ну, вы это когда там, типа, я еще работал на него, но ни разу я не видел ничего, что это бы подтверждало, ни разу ни мне не звонили из Кремля, ни, значит, мне, главный редактор или кто-либо другой говорил, слушай, позвонили из Кремля, надо вот, значит, вот это говорить или вот это не говорить. Ни в одной моей программе за три года эфирной работы и за пять лет общей работы на «Эхо Москвы» мне никогда не говорили, что тебе нельзя говорить вот на эту тему или там не называй эту фамилию. Никогда такого не происходило, а эфирного времени у меня было много, в том числе ночные эфиры по три часа и все остальное, в рамках которой я говорил такое, что вряд ли бы понравилось кому-либо иному. Вот, поэтому, понимаю популярную претензию, я думаю, достаточно подробно на нее ответил, тоже наверняка интересно многим, кто считает, вот такую вот тайную игру какую-то ведет «Эхо Москвы». Да, много звонков у нас еще примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей Ривен. Да, Сергей, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы задать вопрос касательно ситуации с Анатолием Быковым, который, в принципе, но не являясь губернатором, сейчас находится в заключении, поскольку вы сибиряк, да, и интересует, насколько вы осведомлены о результатах счетной палаты, которые были проведены в Красноярском крае, там, по поводу вырубки леса и так далее, поджогов. Потому что, если есть возможность, о разгоне протеста 15 июля по поводу людей, которые выступали против поправок Конституции, благодарю Всего Духа. Да, выступали за обнуление, там даже были задержания, 130 человек, по-моему, задержали. Выступали против обнуления, я бы скорее сказал. За обнуление поправок выступали. Ну да, 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 там понятно, что это все, разные названия примерно, но тоже просто там протест. Смотрите, про Быкова, мне сложно, если честно говорить, потому что, скажем так, это человек с репутацией, который сильно его обгоняет, вот, мягко тоже скажем, да, он обвиняется не просто в какой-то там работе с конкурентами, а вот в ОПГ и всем таком. Насколько это связано с политическим, да, с политической поставью в регионе, мне сказать сложно, потому что, вот если по Хабаровску там прям видно, видно, что могло не понравиться, например, то, что в Хабаровском крае в 2019 году был самый низкий из всех регионов рейтинг одобрения Владимира Путина, 48 процентов, самый низкий из всех регионов России, то вот на Водчине Быкова как-то не очень понятно, да, что могло бы послужить политическим недовольством, и помножено это на его действительно яркое, яркое прошлое, вот, тут мне сложно говорить о каких-то политических процессах, хотя, возможно, отчасти это имеет место, надо смотреть детальнее, возможно, кто-то в этом разбирается лучше, а что касается задержаний и вот этой акции, ну, слушайте, тут понятно, что акция была такая, у нас все акции, которые проходят в Москве и в Петербурге, они, как бы это характеризовать, стеснительные, то есть они как бы, да, мы вот выходим, протестуем, да, мы не согласны, да, значит, мы это, но мы вот как-то это сделаем аккуратненько, да, мы вот очередь выстроимся, что же было-то, да, это не то, чтобы какой-то митинг или марш, это люди выстроились в очереди, значит, собирать подписи, такие, ребята, мы не митингуем, мы вот в очередях сидим, вот, поэтому не трогайте нас, при этом вышло не то, чтобы прям очень много народу, но какое-то его количество, просто, ну, в чем измеряли все, да, это понятно, это тоже определенный медийный прием, да, создать ощущение массовости, потому что вот на самом деле в нынешнее время, в 2020 году, не столько важны сами политические мероприятия, сколько важно их информационное сопровождение, и прием был следующим, они говорили, длина очереди составляет столько-то, значит, метров, и ты такой, о, блин, большая-большая очередь, какая, да, по факту надо понимать, что, ну, это вот такая вот линия из людей, да, которые еще и вот социальные дистанции расставлены, поэтому при относительно небольшом количестве людей, меньше, чем в Хабаровске, скажем так, визуальное ощущение от этого, когда ты читаешь заголовок, оно сильнее, вот, но тут ничего нельзя сказать, потому что невозможно бороться со всем этим обнулением и поправками, в них, до этих поправок никому нет дела, понимаете, в чем основная проблема, потому что в России уже давно не существует примата Конституции, потому что в Конституции написано, что гарантом этой Конституции является президент Российской Федерации, и в тот момент, когда президент Российской Федерации решил, что он не очень больше хочет быть гарантом Конституции, да, хочет делать, что он захочет, Конституция как бы и переставая существовала, если вот там детальнее и интереснее, то это можно узнать, например, у людей, которые вот сторонники стратегии 31, которые выходили, да, то есть статья Конституции о том, что мирно без оружия можно собираться где угодно, и вот эта статья Конституции, она давно не работает. Поэтому основной массе людей, им достаточно сильно наплевать на те изменения Конституции, которые произошли. Потому что в их жизни ничего не поменялось. Конституция как не существовала, так и не существует. Их права как не защищались, так и не защищаются. И по этой причине никакого возмущения народного от этих поправок нет. От фургала и гейтс, потому что для них это важная история. Поэтому, да, выходили на эти акции. Да, есть несогласные люди. Они в любом случае молодцы, те, кто выходили. Они смелые. Их задерживали. Поначалу причем задержаний не было, но под вечер началось совсем жесткое винтивово, как мы это называем. Там прям можно посмотреть кадры, фотографические или видеокадры. И там очень серьезные эти задержания. Посмотрим, какова дальше будет судьба, что выпишут, что будут вменять. Но, в общем, с политической точки зрения ничего глобально не произошло. То есть, это те протесты, которые скорее эстетические. То есть, ну да, вот есть такие протесты, но они вряд ли могут на что-то серьезно повлиять и не являются широким политическим событием. С моей точки зрения, я подчеркиваю, это важно. Ну что ж, сколько у нас минут остается? Две минуты, говорит звукорежиссер. С теми ли мы принять еще? Нет, я хочу задать еще один вопрос, который сейчас на повестке. Это харассмент, который снова всплыли, случай, и коснулись они оппозиционных СМИ. В первую очередь, это Дождя, Павел Лобков, МБХ, Медиа, и вообще там пошло по касательным. Вот на ваш взгляд, что произошло в этом смысле, является ли это продолжением акции МИТУ, например, или здесь есть некий элемент неслучайности? Вот у вас где-то примерно полторы минуты на то, чтобы дать нам исчерпывающий ответ на это, Майкл. Да, уж лучше полтора часа. Ну, смотрите, здесь что важно понимать. Весь этот флешмоб, он был не про журналистов. Это просто сейчас принято почему-то говорить, что он журналист к тусовке, хотя из журналистов там Сергей Простаков, значит, Андрей Золотов, фотографом Бахомеди, Павел Лобков, а все остальные случаи, которых большинство, 95% описанных случаев, это история просто про, не просто про харассмент, это и про домогательство, и про харассмент, и про изнасилование, и про сексуальное насилие, и про физическое насилие, и про ментальное насилие. Это просто в очередной раз сместили фокус, потому что на самом деле весь этот флешмоб был, когда много-много девушек и парней гораздо меньше рассказывали о том, в какие ситуации они попадали. И на самом деле здесь нет никакой там журналистской или нежурналистской тусовки. Я рекомендую всем слушателям и ведущим эфира, и работникам радиостанцев провести один эксперимент, который я провел для себя лет пять назад, когда заинтересовался этой темой. Если вы общаетесь хорошо с какими-нибудь девушками, в том плане, что у вас есть подруги, да, или вы хорошо общаетесь с сестрой, с родителями, спросите у них, сталкивались они в жизни с таким или нет. И у вас волосы станут дыбом об историях, которые они вам расскажут. К сожалению, это проблема, которая не с новой этикой связана. Эта проблема существовала всегда. И новая этика заключается в том, что это перестало быть нормальным, что люди борются за свой комфорт, за свои личные границы. Люди говорят о том, что их нельзя просто так насиловать, просто так лапать, да, и не просто так насиловать тоже нельзя, вообще нельзя этим заниматься, да. И вот в этом новая этика, что людям больше не хочется страдать, что людям больше не хочется, чтобы их граница и пространство нарушалось. А в самом том, чтобы не вести себя таким образом со стороны людей, которые осуществляют это насилие, в этом ничего нового нет. Это старая этика, да, не быть плохим человеком. И это то, что мы будем наблюдать и дальше. Я еще два года назад сказал, что это будет, оно как бы и будет, и будет повсеместно. И я рекомендую всем тем, кто хочет этому сопротивляться и доказывать свое право на то, чтобы лапать, на то, чтобы насиловать, на то, чтобы издеваться неважно над людьми какого пола. Я просто вам рекомендую понять, что вы в безвыходной ситуации, что вам надо измениться, иначе вы останетесь на обочине истории, будете преданы астракизму, и никто никогда не будет с вами общаться, никто никогда не пожмет вам руки. Эта тенденция никуда не денется, она будет только набирать обороты, потому что ценность человеческой жизни и ценность его личности она только увеличивается. И вам придется принять, что и женщина-человек, и остальные все люди, независимо от нации, пола, возраста, гендера и всего остального, тоже люди. И с этой проблемой придется считаться. Спасибо вам. Время нашего эфира подошло к концу. Журналист Майкл Наки был гостем. Программа «Абонент доступен». Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, всего доброго.